здорово народ всем привет сегодняшнего дня у нас начинаются половые приключения приступаем к обустройству полов в нашем доме погнали для себя мы выбрали ленточный мелко заглубленный фундамент с полами по грунту фундамент залили утеплили цоколь сделали теплую отмостку и дренаж полы у нас будут теплые и делать их мы будем по самой оптимальной в нашем случае технологии пирог пола у нас будет следующий обратная засыпка песком гидроизоляция она защитит от подсоса влаги из грунта утеплитель он не даст теплу уходить в грунт сетка армирующая трубы теплого пола бетонная стяжка 8 сантиметров и чистовое покрытие в итоге должен получиться большой бетонный аккумулятор тепла и еще один важный момент стяжка пола никак не должна быть связана с лентой это два разных вида фундамента и они существуют независимо друг от друга обустройство полов мы начали еще в прошлом году когда ждали доставку газ бетона экскаватора снял верхний слой грунта с пятна застройки но за лето все поросло травой и мы принялись за выемку грунта выемка грунта нужна для того чтобы дойти до плотного основания и чтобы плодородный грунт этот не осаживался дело шло медленно и поэтому к нам на помощь пришел знаменитый рэп исполнитель mc качан за несколько часов с ребятами мы убрали плодородный слой и этой же землей засыпали как раз свеже сделанную теплую отмостку поскольку у нас узкий участок камаз песком не может подъехать близко к пятну застройки поэтому нам приходится все таскать на телегах чтобы песок не перемешивался с грунтом мы уложим геотекстиль с небольшим нахлёстом все первый камаз пошел песок будем насыпать и трамбовать послойно слои у нас получаются примерно 10-15 сантиметров в двоем растаскали камаз за один день одной машины хватило на весь пол на весь первый слой сейчас надо все это разровнять и трамбовать но внезапно началась зима выпал снег мы там очень много ходили и получается что все утрамбовалась само собой летом пока строили фронтоны мы заказали вторую машину песка и чтобы он не мешался внутри мы развезли его в две большие кучи размещаем на фундаменте уровень засыпки песка чтобы знать сколько машин еще понадобится заказать а ну а теперь прольем и утрамбуем 1 и 2 слои для пущей крепости и Продолжение следует... Проливаем песок с помощью насадки-распылителя, так песок будет утрамбован гораздо лучше. Проходимся виброплитой, сначала в одном направлении, а затем в перпендикулярном. На третий КАМАЗ к нам приехала подмога, и мы справились задачей за 2 или 3 часа. С песком у нас, конечно, полная фигня. Заказываешь КАМАЗ с песка в одной и той же конторы, и каждый раз КАМАЗ наполнен по-разному. То приедет целый КАМАЗ горою, а то приезжает полуголый КАМАЗ. Хорошее давление, рабочие. Снова разравниваем, проливаем и очень хорошо трамбуем. Этим мы сводим просадку пола к минимуму. До отметки верхнего уровня песка остается где-то 2 сантиметра, где-то 5 сантиметров. Сейчас будем засыпать последний слой, и этот слой мы будем выравнивать по маякам. Чем ровнее мы его сделаем, тем плотнее ляжет утеплитель. Для этого по лазерному уровню ставим направляющие из профиля 40 на 20, засыпаем песок, слой трамбуем самодельной трамбовкой и лишку снимаем провилом по направляющим. Получается приемлемо. Швы от профиля мы засыпаем песком и приступаем к самому интересному, к прокладке канализации. И пока мы тут еще ничего не утеплили и ничего не залили, нам нужно расквитаться с кое-каким дельцем, а именно вот с этим брюхом. Когда мы заливали армопояс в том месте, где я сэкономил на саморезах и закрутил несколько коротких, опалубка не выдержала и немножечко отошла. Мы паниковали, бетон растекался, ну и в итоге имеем вот такое брюхо. Сейчас болгаркой с алмазным диском я пропилю канавки в двух направлениях и затем перфоратором собью эти излишки бетона, чтобы он не выходил за уровень стены. Наш самоместный бетон прочнее, чем ваши бетонные стены в хрущевках. Гранит просто чистейший. Отдолбил я, в общем, брюхо на нашем армопоясе и сделал я это с помощью перфоратора вихрь. Инструмент мощный, укомплектован быстросъемным патроном. Смена рабочей оснастки происходит просто за считанные секунды. Данная модель имеет три режима работы. Это обычное сверление, это бурение и долбление. Режимы очень легко и быстро переключаются. Долбит нормально, в руках держать комфортно. Есть отличное отверстие, чтобы повесить его на стену и не занимать место в нашей мастерской. Ознакомиться с инструментом, а также приобрести его со скидкой 10% по нашему промокоду до нового года можно по ссылке в описании. Ну а мы продолжаем. Итак, канализация. Для начала определяемся, какие у нас будут точки канализации и где они будут выходить. В ванной комнате у нас будет туалет, раковина и ванна. В котельной трап и стиралка и дополнительный вывод под туалет. И один общий вывод в кухне. Вся мокрая зона, ванна, котельная и кухня у нас на одной линии, и это очень сильно упрощает развод труб. В будущем любые другие отводы, например, с кондиционера или с котла отопления, можно вывести, например, в стиралку. Гриша накидал чертеж на бумаге, и мы приняли за разметку комнат, а затем и за разметку самих труб. Канализацию будем собирать из рыжих труб для наружной канализации. Взяли мы крепкие, плотные трубы. Есть еще более дешевые аналоги, но они совсем тоненькие и легенькие. Выглядят очень хрупко по сравнению с хорошими, дорогими. Дешевые рыжие трубы не отличаются фактически ничем от обычных серых для внутренней канализации. Они такие же легкие и такие же мягкие. Поэтому на трубах лучше не экономить. Брать нужно потверже, тяжелее, помощнее. Откапываем выход канализации из дома и раскладываем все трубы. Прикидываем, как они пойдут. Ну вот, что-то типа того должно получиться в итоге. И если вы думаете, что развести трубы это быстро и просто, то вы ошибаетесь. Перед тем, как монтируют трубы, нужно проверить все резинки. Их нужно обязательно смазывать. Мы это делали обычным жидким мылом. Нужно следить, чтобы никуда не попал песок, чтобы все было чисто. Трубы надо вставлять до упору, а затем доставать на несколько миллиметров назад. Это нужно для теплового расширения, чтобы трубам было куда досунуться, если это вообще потребуется. Ну и самое главное, это правильно соблюсти уклон всех труб. Уклон 110 трубы должен составлять 2 сантиметра на 1 метр. Уклон 50 трубы 3 сантиметра на метр. Если делать уклон меньше, то крупные частицы могут плохо уходить или застревать. А если делать уклон больше, то поток воды будет высасывать воду из гидрозатвора, и он будет делать вот так вот. И это не есть хорошо, потому что воды в гидрозатворе не будет, и появятся неприятные запахи из колонизации. Поэтому выравниваем траншею по уровню, следим за уклоном, а также поливаем и трамбуем песок. Трубы отпиливаем болгаркой, края подрезанных труб шлифуем и создаем им конус, чтобы они легче заходили. Все выходы труб мы делаем из двух отводов по 45 градусов. Также нельзя делать повороты с углом 90 градусов, нужно использовать два по 45 или более пологие. Вентиляцию всей этой системы сделаем перед септиком. Так, ну что, трубы мы соединили, сейчас будем их проверять. Воды залили, трубы проверили. Вроде никакие соединения у нас не текут, вода беспрепятственно уходит, поэтому трубы сейчас будем закапывать. По лазерному уровню разметили высоту труб и отрезаем их на необходимую нам высоту. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и сейчас еще разочек все утрамбуем. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, друзья, вот такая вот канализационная система у нас получилась Пишите в комментариях, что вы об этом думаете Ну а мы будем утепляться и раскладывать трубы теплого пола А на сегодня у нас все Настоятельно рекомендую вам подписаться на наш канал и поставить лайк Всем пока! Пока!